Город Стокгольм. Улица Карлбергсвеган. Комната Йорана Петерсона. Юным сестреричанам показали страну, которой нет на карте. На сцене творческого пространства «Чайка» представили спектакль по рассказу шведской писательницы Астрид Лингрен «В стране между светом и тьмой». Сказка была написана в 1953 году, и это история из жизни простого шведского мальчика, которому по волшебному стечению обстоятельств однажды довелось соприкоснуться с чудом. Лилион Квас. Все все вместе, тут нужно. Лилион, 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 Квас. Вот они, самые настоящие трамвайные колеса. Удяем внимание, наш трамвай отправляется. Сегодня мы работаем без кондукторов, у кондукторов отпуск. Закройте. А самое главное, что совершенно все сегодня бесплатно. Посмотрите направо. Там парк аттракционов, в котором можно кататься. Тем вечером, с наступлением сумерек, таинственный волшебник пригласил маленького Йорана в полет над ночным Стокгольмом, над крышами домов и башней городской ратуши. Город раскрыл себя перед мальчиком со своей сказочной стороны, которая в привычной повседневности спрятана от посторонних глаз. Сюжет истории «В стране между светом и тьмой» лег в основу книги «Малыши Карлсон», написанный Астрид Лингренд спустя несколько лет после этого рассказа. С главными героями сказочной истории сестроричан познакомили артисты Петербургского бродячего театра. В отличие от «Малыша Ай Карлсона», наш спектакль и эта сказка волшебная. «Малыши Карлсон» все-таки бытовая история, там волшебства нет. А у нас одни волшебства. Эльфы, подводное царство, золотые рыбки, говорящие летучие мыши и прочее, прочее. Мой театр называется «Театр Барамапутту», потому что так называется мюзикл, который я ставил, кукольный мюзикл, ставил в разных городах нашей страны. И хотел сделать здесь, но он сложный мюзикл. И пока у нас нет средств на его осуществление, он слишком дорогостоящий. Опять, опять кричат, смеются, проспала. Стоп, тихо. Это что, я уснула, что ли? Да. Да, проспала. А сколько сейчас времени? Вот вы точно знаете, сколько времени, сколько времени. Да часы нужны волшебные. Есть у кого волшебные? Где? Ну, где-нибудь волшебные часы. Вот. С оригинальными декорациями, спецэффектами и музыкальным сопровождением театральная фантазия в 15 картинах развернулась на небольшой и уютной сцене творческой мастерской. Чайка начала работу с сентября прошлого года и стала воплощением задумки ее руководителя Татьяны Сидихиной. Как увлеченный творческий человек, она решила помогать развитию театральной культуры в Сестрорецке. И так организовала в нашем городе семейный театр. Посодействовала в этом деле ей подруга, предоставив для доброго начинания свое студийное помещение. Имея четырех дочерей, я поняла, что это самое прекрасное, что может быть, это привлечение к искусству. Много в Сестрорецке, да, мы дружим, все многодетные семьи, они приходят, всем скидки делаем на спектаклях. Я хочу, чтобы больше жителей приводили своих деток к нам, потому что очень профессиональные спектакли, которые Татьяна подбирает. Чайка уже принимала большую художественную выставку и готовится провести экспозицию кукол ручной работы петербургского театрального художника Александры Таяновской. Вместе с этим в творческой мастерской проводятся занятия и мероприятия для детей. А театральные спектакли остаются постоянным пунктом в программе работы студии на выходных. Не обязательно ехать в город для того, чтобы наши дети сходили в театр. Нам хочется, чтобы у жителей Сестрорецка была возможность каждое воскресенье водить в театр своих детей сюда, к нам, в творческую мастерскую Чайка. Кроме театра в нашей творческой мастерской существует и драматическая студия для детей, драматическая студия для взрослых, шахматная школа, чудесная, замечательная шахматная школа, школа «Семицветик». Афиша уже выстроена на два месяца вперед. Весь март и весь апрель. Мы очень ждем всех новых зрителей и очень любим уже наших постоянных зрителей. И будем надеяться, что наша Чайка будет работать и радовать детвору Сестрорецка.